что ребятки здравствуйте сегодня у меня на повестку дня это приготовление топленого масла масло тхи как вот на говорят вот самая толстая у меня будет кастрюли но с толстым с толстыми краями с толстым днем вот у меня вот такая кастрюли на взяла я 600 грамм 600 грамм масло 82 5 можно и повыше ну вот такой был это почему я его взяла потому что здесь написаны только натуральные пастеризованные сливки вот это масло натуральные пастеризованные сливки вот я это масло я и взяла сейчас я это масло сначала просто закину в кастрюлю размельчу вот и пусть она немножечко обмякнет и потом я начну его на медленном огне растапливать и так я вот разрезал кусочки масла немножечко постоять смягчится и я начну его подогревать чтобы она расплавилась я не знаю почему где как каким образом ну почему топленое масло вышло у нас из но среды еды что ли потому что это масло у нас было всегда мы его всегда готовили вы что представить какие были раньше продукты потому что были фермы и молоко и масло это было совершенно другое и на этом масле мы жарили все остальное как мы его забыли не знаю и так и возвращаясь к этому топленому маслу я его растоплю и потом дальше я покажу что я буду делать и конечно приготовлю марлечку я приготовлю ситечко его нужно будет процедить вот и дальше я покажу что я буду делать на этом масле я буду готовить все и добавлять кругом это будет это вообще масло для здоровья но очень необходимо оно необходимо нашему кишечнику и так далее и и это масло в индии считались богатыми людьми те у кого кто смог кто смог больше всего заготовить топленого масла это масло не хранится в холодильнике оно хранится при комнатной температуре вот так вот и на нем нужно готовить все совершенно замечательно ребятки надо надо беречь здоровье к этому маслу когда оно будет топиться можно добавить разных специй каких вы захотите можно добавить сезон можно добавить перец можно добавить фенкель можно крукуму но только в марлечку и просто окунуть не бросайте их в масло в марлечке чтобы они пропитали масло вот этим вот ароматом этими свойствами и тогда и вынуть его выкинуть вот и все итак будем заготавливать золотое масло оно так оно и называется в индии золотым для здоровья для радости и для счастья все поехали вот оно постоит и потом я включусь дальше так и включила газ не на большой огонь до доставлю кастрюлю ну вот и будет убедена на теперь растапливаться как только масло как только масло растопится я сделаю еще меньше огонь и она будет вот на маленьком маленьком огне вот доходить до кондиции и когда она будет готова когда вот то что вот масло растаяло оно должно стать прозрачным и на поверхности как должна образоваться пеночка которую я ее обязательно ее нужно собрать и в некоторых случаях еще и на дни остается поэтому у меня уже вот готова вот вот сетечка с марлей я потом про через это эти слои 4 4 слоя у меня марочка я еще пропущу и чтобы еще на масло осталось на марлечке и это масло конечно мы можем использовать где угодно особенно очень хорошо еще и в косметике так что вот да вспомнила и надо это делать это самое полезное масло ну вот видите по краешку уже собирается пеночка вот это она будет собираться еще больше масло оно должно дойти до такой степени что оно должно стать просто прозрачная янтарного легкого такого янтарного цвета и совершенно великолепным запахом вот она начала вот так вот я замерила время это было 5 часов вечера вот посмотрим сколько напоюсь это масс сколько это масло будет доходить до кондиции топленого масла до прозрачности ну да и вот эту вот пеночку я потом все соберу все ну что друзья прошел час видите масло пока еще не стало прозрачным огонь совсем совсем маленький то ведь совсем оси пусечки на огонь это масло пока еще не дошло потихонечко он совсем чуть-чуть чуть-чуть вот так бурлит а пеночку я убрала уже но прошел час посмотрим она может делается и два и два с половина часа все наверное зависит от качества масла ну вот масло уже становится прозрачным вот она уже становится совсем прозрачным а на дне на дне видно тоже как прилипло это как на дне там тоже прилипло это то что нам не нужно это то что нам не нужно и потом потихонечку нужно будет вот это масло процедить сквозь марлить она уже становится таким прозрачным это как раз то что нам нужно будет ну да это суррогат весь который нам не нужен для здоровья сейчас посмотрю сколько времени прошло наверно часа полтора часа полтора ну что вот масло топленое я перелила через марлечку все сидичка марлечка вот масло и она сейчас стоит у меня здесь и остывает и потом я его смогу уже использовать так столько получилось 600 грамм и вот столько получилось 600 грамм масла и вот столько получилось топливного масла с вами была галия подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ведь я приготовила для вас много интересного